В начале июня текущего года в правоохранительные органы обратились родственники 14-летнего жителя города Касимова с заявлением о пропаже мальчика. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего Касимовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводились следственные действия и поисковые мероприятия, в том числе по установлению местонахождения пропавшего мальчика и выяснению обстоятельств его возможной гибели. Мы допросили одного свидетеля, нам пояснили, что вот мальчик приходил иногда, от него гарю пахло дымом, вот этого Владимира ходил к нему там, этого Владимира сюда и стал нам рассказывать, что да, действительно, приходил ко мне мальчик, попросил денежку дать в долг на мопед ему, дал три тысячи и говорил, слушай, ты же когда отдашь? Он что-то же хотел уходить, он говорит, ну месяца, наверное, через три. И тут жулику нашему в голову вступает, ё-моё, он же мне вообще не отдастся. Куда я, знаешь, деньги дал? И он подходит к нему там в кухне, на выходе, и души. Родственники пропавшего подростка из Хасимова не верят в его убийство. Сестра 14-летнего мальчика. В группе типичный Хасимов рассказала, что найденные останки невозможно опознать без экспертизы. Мы ждем результаты. Это предположительная информация, слухи. Точная информация будет позже, написала женщина в группе. Возможно, что там не наш Кирилл, а другой мальчик. В пятницу, 8 сентября, следователи рассказали, что обнаружили в Хасимовском районе останки юноши. По данным источника, убийца сжег тело. Следователи выяснили, что к исчезновению подростка причастен 54-летний житель села Бабина-Булыгина. В ходе проведения с них следственных действий пояснилось, что в 2014 и в 2016 году он подушил еще двух мужчин, которых закопал у себя на территории пристройки в Дровняке на превосадебном участке. В ходе осмотра жилища задержанного на его участке нашли тела двух мужчин. Один был закопан в саду, а второй в сарае. Суд арестовал подозреваемого до 25 октября.